Дисциплина «Коммуникативные навыки». Тема 2. Коммуникативная компетентность. План лекции. Понятие коммуникативной компетенции, ее составляющие. 2. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. Цель лекции – определить наиболее значимые профессиональные компетенции сотрудников ОВД. Что такое компетентность? Переводие от латинского означает «подходящие, соответствующие, надлежащие, способные, знающие». Наличие репродуктивных знаний, эрудированность и умение той или иной области науки, профессии или жизни. Компетенция. Это соответствовать и подходить. Способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода также в определенной широкой области. Коммуникативная компетентность – это владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знания культурных норм и ограничений в общении, знания обычаев, традиций, этикетов в сфере общения, соблюдение приличий и воспитанности, ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному сословному менталитету и выражающихся в рамках одной профессии. Коммуникативная компетенция включает знания, умения, навыки. Уровни коммуникативной компетентности. Первый уровень – неосознанная компетентность. Второй – репродуктивная компетентность. Третий – продуктивная компетентность. Четвертый – творческая компетентность. Фазы коммуникации. Вхождение в контакт. Второе. Умение ориентироваться в проблеме. Третье. Обсуждение. И четвертое. Решение. Коммуникативные сигналы. Сюда относятся вербальные сигналы. Смысл высказываний, подбор выражений, правильность речи и разные виды ее неправильности. Паралингвистические. Сигналы. Особенности признания речи, произношения, неречевые и звуковые качества голоса. Невербальные сигналы. Взаимное расположение в пространстве, позы, жесты, мимика, контакт глаз, оформление внешности, прикосновение, запахи. Вербальные сигналы, располагающие в контакту. Отчетливое приветствие. Обращение к человеку по имени. Предложение сесть. Невербальные сигналы, располагающие в контакту. Проксемика. Угол поворота тела от 45 до 90 градусов. Боковое положение. Передает сообщение. Я не имею агрессивных намерений. Угол наклона тела меньше прямого. Тупой угол между собеседниками. Это провал переговоров. Дистанция. С учетом общих закономерностей. Сюда можно отнести интимную зону от 0 до 45, личностная от 45 до 120, социальная от 120 до 360 и публичная от 360 и больше. Соотношение уровней к вертикальной плоскости таково, что глаза собеседников находятся на одном уровне. Позы. Открытая, а не закрытая. Нескрещенность, конечности, развернутость корпуса и головы, раскрытость ладони, расслабленность мысль, контакт глаз. Асимметричная и несимметричная. Третье. Мимика. Улыбка. Живое, естественно, изменяющееся выражение лица. Четвертый. Взгляд. Продолжительность контакта глаз от 3 до 5 секунд. Частота контакта не реже одного раза в минуту. Частное моргание раза в 3-5 секунду. И следующее. Это кинесика. Движение собеседника в пространстве. Плавные движения. Такесика. Прикосновения. Витуализированные прикосновения допускаются. Паралингвистические сигналы при выступлении в контакт. Это отчетливость речи. Доброжелательная интонация. Третье. Громкость голоса средняя. Четвертое. Высота тона низкая. Пятое. Быстрая и быстрота речи умеренная. Техники постановки вопросов. Можно рассмотреть три типа вопросов. Первое. Это закрытые. Второе. Открытые. И третье. Альтернативные. Подвиды коммуникативной компетентности. Формальное. Это отсутствие желания понять и учесть индивидуальные особенности личности. Употребляются и используются распространенные маски. Равнодушие, вежливости, усталости, скромности. А также используются шаблонный набор жестов, мимик и фраз, которые позволяют скрыть эмоции и истинные отношения собеседника ситуации. Второе. Вежливое общение или светское заключается в пустом обмене информации. Часто используются шаблонные ходовые темы. Люди говорят, что не то, что думают или хотят, как правило, что положено о том или ином месте при подобных ситуациях. Формально ролевые общения заключаются в установленном регламенте, как по содержанию, так и в средствах общения. И вместо знания и участия личности собеседника довольствуются знанием социальной роли, которую человек занимает в обществе. Деловое общение заключается во взаимодействии, информационном обмене двух заинтересованных сторон для достижения определенного результата. У каждой стороны он свой. Следующее. Интимное личностное общение. Обмен информацией, где имеет знание личность, интимно-личностном общении. Раскрываются публичные структуры личности. Манипулятивное общение направлено на получение выгоды от собеседника. И виртуальное общение, общение в виртуальном пространстве. Способности коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетентность складывается из способностей давать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться. Второе. Социально-психологическая программированность процесса общения, опираясь на своеобразие коммуникативной ситуации. И третье. Осуществлять социально-психологическое управление процессами общения в коммуникативной ситуации. Структура общения. Это коммуникация, интеракция и социальная перцепция. Составляющие процессы общения. Коммуникативная сторона общения. Обмен информацией между людьми. Интерактивная сторона. Организация взаимодействия между индивидами. Перцептивная сторона. Процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установлению взаимопонимания. Социальная перцепция. Восприятие другого человека означает восприятие его внешних признаков, соотнесение их личностными характеристиками, воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой основе его поступков. Что влияет на социальную перцепцию, восприятие и понимание? Прошлый опыт, убеждающий по поводу того, как люди должны себя вести или ведут себя обычно. Ожидание того или иного поведения со стороны других людей. Знание о воспринимаемом предмете. Социальные стереотипы. Наиболее типичные ошибки межличностного восприятия. Наиболее типичными ошибками являются следующие. Мы подаем под влияние того, что наиболее очевидно. Мы попадаем под влияние первого впечатления. Мы склонны воспринимать других похожими на нас. Мы склонны придавать негативным чертам большие значения, чем позитивным. Мы склонны обвинять не ситуацию, а людей тогда, когда являются жертвами. Интерактивная сторона общения. Кули разработал теорию зеркального явья, где личность понимается, как сумма психических реакций человека по мнению окружающих. Нид говорит, что личность формируется в ситуации взаимодействия. В них человек осознает себя, не просто смотрясь на других, но действует совместно с ними. Моделью таких ситуаций является игра. В игре человек выбирает для себя, так называемого, значимого другого, ориентируется на то, как он воспринимается этим значимым другим. В соответствии с этим человек формируется и представление о своем себе, о своем «я». Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе – это коммуникативное влияние, психологическое воздействие одного коммуниканта на другого с целью изменения его поведения. Эффективность коммуникации измеряется именно тем, настолько удалось это воздействие. Механизмы взаимопонимания в процессе общения – это идентификация, буквально отождествляя себя с другим. Одним из самых простых способов понимания другого человека является уподобление себя ему. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Сюда можно отнести рефлексию. Это осознание действующим индивидам того, как он воспринимается. Партнерам по общению. Рефлексии – это удобный и удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга. Как говорит Кон, глубокое последовательное взаимоотражение с содержанием того является воспроизведение внутреннего мира партнера по взаимодействию. Причем в этом внутреннем мире, в свою очередь, отражается внутренний мир первого исследователя. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Как до этого мы рассказали, это и есть рефлексия и идентификация. Значит, что такое рефлексия? Это осознание действующим индивидам того, как он воспринимается партнером по общению. Это значит, как меня воспринимают. Идентификация – когда уподобление себя другому человеку. Механизмы взаимопонимания – это и есть идентификация и рефлексия. Значит, специфика обмена информацией в коммуникативном процессе – это коммуникативное влияние, психологическое воздействие одного коммуниканта на другого с целью изменения его поведения. Эффективность коммуникации измеряется именно тем, насколько удалось это воздействие. Коммуникативное влияние – это и есть результат обмена информацией. Возможно ли тогда, когда человек, направляющий информацию в коммуникатор, и человек, принимающий его в рецепент, обладает единой или сходной системой кодификации и декодификации? На обыденном языке это правило выражается в словах. Все должны говорить на одном языке. Все должны говорить на одном языке. Вербальные и невербальные коммуникации. Значит, что такое вербальные? Мы рассмотрели еще на первой лекции, но сегодня немного повторим. Значит, вербальные – это осуществление посредством речи. Неречевые средства общения – это значит невербальные визуальные виды общения. Сюда относятся жесты, мимика, позы, кожаная реакция, покраснение, побледнение, пространственно-временные организации общения и контакт глаз. Акустическая система тон, тембр, голоса, интонации, паузы. Тактильная система прикосновения, рукопожатия. Поведение, способствующую диалогу, активное слушание. Техника активного слушания – это отзеркаливание. Вы точно дословно воспроизводите высказывание собеседника, и при этом вы можете начать с вводной фразой. Как я вас услышу, вы считаете по вашему мнению. Техника активного слушания – это первое, перефразирование. Это значит, вы своими словами рассказываете разговор другого человека. Вы воспроизводите смысл высказывания собеседника своими словами. При этом вы можете начать с вводной фразой. Если я правильно вас понял, вас понимаю, как я вас понял, другими словами. Техника активного слушания – это следующее этап обучения. Вы воспроизводите высказывание собеседника в сокращенном обобщенном виде, кратко формулируя свои существенные из них. Вашими основными идеями, как я понял, является и так. Техника установленного контакта – изменение дистанции социальной и физической. Желательно встать, приветствуя собеседника. Лучше сесть так, чтобы между вами и собеседником не было преграды письменного стола. Лучше разместиться не прямо лицом друг к другу, а под некоторым углом. Техника установления контакта. Рекомендуется дать понять собеседнику, что вы готовитесь к встрече. С ним подобрали нужные бумаги. Не рекомендуется вступать в деловой разговор во время перекора в буфете, в обеде на перерыв. Установление контакта. Светская беседа. Маленькая беседа, то есть разговор на нейтральные темы. Светская беседа – это то, что не имеет прямого отношения к делу. Светская беседа – это прелюдия. Она должна плавно перейти в разговор по существу. Классические темы беседы светских бесед – погода, транспорт, политические и спортивные новости. Спасибо за внимание. Значит, мы сегодня рассмотрели основные вопросы коммуникативной компетенции. Значит, давайте сначала вкратце рассмотрим, какие вы вопросы рассмотрели. Первый вопрос – это понятие коммуникативной компетенции. И второй – специфика обмена информацией. Значит, цель нашей работы, нашей лекции, было определение наиболее значимых профессиональных компетенций сотрудников УВД. Значит, иначе говоря, резюмируя нашу лекцию, можно сказать – компетенция – это и есть способность применять знания и умения и успешно действовать на основе практического опыта. Значит, в итоге можем определить, что такое коммуникативная компетентность. Это овладение сложными коммуникативными навыками и умениями формирования адекватных умений в новых социальных структурах, знания культурных норм и ограничений в общении, знания обычаев, традиции, этикета в сфере общения, соблюдение приличия и воспитанность ориентации в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающих в рамках данной профессии. Значит, иначе говоря, коммуникативная компетентность – это овладение разными коммуникативными навыками, умениями в своей определенной профессии, в данном случае в профессии сотрудника органов внутренних дел. И, конечно же, коммуникативная компетенция включает знания, умения и навыки. Здесь мы в конце рассмотрим, что такое уровни. Уровни коммуникативной компетенции – это неосознанная компетентность, репродуктивная компетентность, третья – это продуктивная и творческая. Значит, фазы коммуникативной компетенции – это вхождение в контакт, умение ориентироваться в проблеме, обсуждение и решение. Значит, мы рассмотрели основные аспекты взаимоотношения, слушания, техники активного слушания, стороны общения, интерактивную сторона, коммуникативные и социально-перцептивные стороны общения. Все это относится к коммуникативной компетентности. Значит, коммуникативная компетентность – это применение, умение разговаривать, умение применять определенные знания при общении, можно сказать, в данной профессии. Спасибо за внимание. До свидания.